Ура, мы в эфире! Итак, всем здрасте! Здрасте всем! Он уже один человек присоединился, видишь? А я тебе обещаю... Два раза. Прям, чтобы не потерять, да? Сразу два раза обещание. Одно на почту, одно в этом. Везде, да, сразу. Я зарегистрированный пользователь Ютубера. Здравствуйте, девочки! Итак, смотрите, Катюшка у нас напилила сегодня миндалей. Пилила их Катюшка полностью самостоятельно. Вот такие вот миндали у нас получились. Причем пилила она сегодня обе две руки. Вот такие вот красивые миндали у нас вышли. Что? Ничего страшного. Мы никому не покажем, что ты здесь накосячила. Ха-ха-ха. Все, эту руку прячем. А вот тут вот, чтобы ей пилить было легче, смотрите, она себе тут боковые оси пальца рисовала. Вот. Поэтому вот тут вот пометочка. Кто теряет боковую ось пальца, ее можно рисовать. Ну, а теперь мы переходим непосредственно к рисованному френчику. Девочки, выкладной френчик мы делали вчера, сегодня мы делали рисованный френчик. Я вам сейчас объясню... Почему только девочки? Здравствуйте, мальчики! Сейчас я вам объясню, почему не нужно рисовать френчик тоненькими кистями. То есть, смотрите, вот у нас... Ой, что-то это сильно близко. Вот так вот. Смотрите, вот у нас пальчик. А ты смотри внимательно. Первое, что нужно делать, вот если мы возьмем тоненькую кисточку, первое, что нам нужно сделать, нам нужно пометить усики нашей будущей улыбочки. Я люблю усики загонять высоко, где-то приблизительно на треть бокового валика, потому что со скоростью роста ногтей миллиметр в неделю, вот здесь вот как раз где-то 3 миллиметра, то есть за 3 недельки он у меня срастет и будет находиться вот здесь. То есть, он все равно не вывесится в воздух. Если я его нарисую вот отсюда от вростов, то есть вот сразу вот отсюда от вростов, он еще... Ой, вот отсюда от вростов, он еще отрастет, и через 3 недели он будет у меня вот здесь в воздухе бултыхаться. Понимаете логику происходящего? Поэтому усики я загоняю повыше. Я загнала усики и сразу же определяю для себя глубину своего будущего френчика. Итак, начинаю соединять усик улыбочки с глубиной френчика. Раз. Два. Соединила. А теперь мне френчик нужно наполнить цветом. Вот тоненькой кисточкой, если я начинаю это делать, вот смотрите, сколько... Считайте, сколько движений мне нужно сделать, чтобы это все заполнить. Чтобы еще проплешин не было. Да, чтобы не было проплешин, чтобы здесь все рассвести, чтобы красочка у меня растянулась, подвыровнялась. Все это все получилось очень красиво. То есть мне нужно сделать два миллиона движений. Как минимум. Правильно? Правильно, Даша. Да, Даша дело говорит. Вот. Подравниваем линию улыбочки. Делит краской, да. И все равно, как бы я ни старалась, как бы я качественно это все не делала, смотрите, от кисточки остаются, видите, полоски. Вот. От кисточки все равно идут небольшие, но полоски, которые потом нужно будет заравнивать финишем. Потому что, ну, это тоненькая кисточка. Вот так вот она рисует. По-другому она рисовать не будет. Поэтому френчики тонкой кисточкой я не рисую. Максимальный френч, который можно нарисовать тоненькой кисточкой, и он будет красивый, будет выглядеть вот так. Пишут, на коротких ногтей можно нарисовать и тонкой кисточкой. Да, да, то есть вот ширина, на которую раскрывается кисть, вот это будет идеальный френчик для тонкой кисти. Для маленьких ногтей. Да, для совсем карапусичек. Поэтому я беру кисточку вот такую. Что это за кисть? Это кисть Эми квадрат для френча четверка. Этой же кисточкой я выставляю себе раз усик улыбочки. Видите, у меня острый кончик кисточки пошел в усик улыбочки. Скучаю за тобой. Два усик улыбочки. Формирую их на одном между собой расстоянии. Ты смотри, если я из кадра убегаю, ты как бы мне говори. Здесь же мазочком делаю глубину своего будущего френчика. Определила. И теперь беру, набираю красочку и прикладывающими движениями сначала формирую. Изгиб линии улыбочки. Гель, краска. Второй раз отвечаю на вопрос. И сразу же растягиваю. То есть, я сформировала и одним движением потянула. Видите, сколько движений я кисточкой сделала? То есть, грубо говоря, один раз вот здесь. Да, один раз вот здесь. И еще два раза, пока я формировала улыбочку. То есть, вот он все, френчик у меня готовый. А в один слой? Откатываешь сюда красочку. Вот тебе, грубо говоря, второй слой. Вот даже без просушки. Видишь, мы сейчас вот второй слой сделали. И вот, в принципе. Понятно? Бирюзовая гель-краска. Бирюзовая. Девочки, этот цвет я смешивала сама, поэтому у него нет названия. У названия у этого цвета нет. Это... Ну, можно, в принципе, втирочку сделать. Вот у нас получились два френчика. Один тоненькой кисточкой, один кисточкой потолще. Бок надо потереть снизу. Ну, это уже, знаешь, ничего страшного. Я не люблю, опять же, сейчас начнешь тереть, больше размажешь, чем вытришь. Я потом беру и аккуратненько пилочкой вот здесь вот по бокам пробегаюсь, где тут докоснулась, потому что кисточка все равно, она крупная, не очень удобно сюда ее подпихнуть. Поэтому лучше потом взять и пилочкой это все убрать. Ну, вот как-то так. То есть, вот, в принципе, совершенно никакой разницы, только это проще и быстрее. Теперь, что тебе нужно будет сделать? Я сейчас убираю эти френчики, потому что здесь форма улыбки моя, удлинение мое. У тебя все равно, как ты не старайся, как ты не будешь это рисовать, у тебя будет удлинение другой формы. Поэтому я сейчас это сушить не буду, вытираю, и ты садишься, рисуешь все 10 пальцев, потому что тебе нужно будет сделать именно свое и одинаковое на всех пальчиках. Поняла? Все, выходим из прямого эфира. Мы за 7 минут научили всех рисовать френч, мы можем выходить из прямого эфира. Ну, давай на одном пальчике ты пострадаешь, я тебя поснимаю. А потом ты выключишь. А потом я выключу, и буду на тебя ругаться матом. На всю планету. Куда? Туда, туда, девочки. Я не могу, когда на меня смотрится страна. Останьтесь, останьтесь, покажите. Давай я телефон заберу и буду снимать тебя чуть с полубока. Не туда, вот туда ее загни. Вот так? Да, все. Окей. Так, на тебя подсматривают одним глазом. Двумя нельзя, все закрыли один глаз и подсматривают одним. Все будут тебе мысленно помогать. Главное выставить усики на одну высоту сразу же. Выставила? Как вы ее сгинаете-то руку? Поверни, почему у тебя кисточка поперек пошла, если она вдоль должна пойти? Ты поставила вдоль одну сторону и вдоль другую. Вытри. Вытираем. Кого вдоль? Кисточка острым кончиком у тебя работает вдоль боковой твоей полоски. То есть она просто стоит, ты ею просто намечаешь себе высоту усика улыбки. Почему опять на косяк? Катя. Что значит вдоль, Даша? Катя, вдоль это значит вот так. Понимаешь? Вот так. Я так не могу рисовать левой рукой. Знаете, какой шедевр получился. Да, вот я какие френчи умею рисовать. Ногти вам покрасит. Клево Дарья Веско-Шулунова. Красоту запечатлит, все с дизайном объяснит. Привет из Украины. Офигеть. Юля, спасибо большое. Офигенный стежок. Мне нравится. Гель-краску без липкого слоя перекрывать топом. Гель-краску без липкого слоя можно топом не перекрывать. Как-то не так. Я что-то не врубаюсь. Катя, я тебя сейчас перемотаю эфир и покажу, как я рисовала френч. Ты где была в это время? Так, вот так, да? Да, да. Вдоль. Почему опять? У тебя вот эта линия должна быть четко вот здесь вот вдоль ноготочка направлена, когда ты ее нарисовала. Чего она у тебя на косяк идет? Таш, выходи с прямого эфира, а то подумай, что ты тупая какая-нибудь. Неправда, ничего про тебя не подумают. Все учатся. Все такие же. Сейчас, подожди, кисточки возьму. Вот так. Да. Я поняла. Ты поняла, что значит вдоль. Да? Где этот вдоль находится? Вот. Только почему ты нам в мясе это делаешь? Вдоль по ногтю, Катя. Я поняла, да. Катюша, мы такие же, а то и хуже. Видишь? Да. Ну, опять же, ты больше на мясо нарисовала, чем на... Ну, а что именно, если у нее мясо торчит? Да ну, возьми его пальцем, отодвинь. Прикинь, у тебя есть палец, которым можно двигать. Вот. Теперь сравни, они должны быть на одной высоте. Вот это чуть-чуть ниже надо. Вот. Правильно? Все. Теперь отметь высоту Френча себе. Как это сделать? Вот так? Да. Все, теперь соединяй. Нет, Анют, еще не было. Аня прикалывается, она у нас на курсах по росписи была. А у меня на курсах по росписи любимая фраза есть, что ой, девочки, как красиво у вас получилось, выдираем нафиг, переделываем, прикалывается. Так? Да, вторую сторону. Тебе нравится? Слушай, ты, ты че-то как-то рано. На 14 июня в Краснодар. Обалдеть! Давайте мы так рано записываться не будем, а то вдруг я до июня не доживу, а я вам уже пообещала. Так? Да. И теперь распределяй красочку. Кисточка лежит четко по направлению. Не топырь ее. Положи ее вдоль ногтя. Кисть должна лежать. Кисть лежит. Лежит, да. А у меня на руках не лежи. Ну, а кисть должна лежать. Острый уголок идет в усик. Да, еще лежит. Еще лежее лежит. Вот. 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 Смотри, как красочка распределилась хорошо. Да, у меня есть онлайн-курсы. Верти клиентку, а не себя тебе тут подсказывают. Правильно подсказывают, согласна. Красиво. Нравится эфир? Очень хорошо. Только смотри чуть-чуть. Вот здесь вот уголочек торчит. И вот здесь вот усик тоже. Поверни на него. Поверни на него. Посмотри себе. Видишь, он у тебя проваленный чуточку. Вот тоже выровняй. А как? Ручками, Катя. Какая злая женщина. Как каком кверху. Какая злая женщина у меня тут надзирателем стоит. Вот. Подпихни туда материал чуть-чуточку. Катя, ты молодец, пишут. Еще чутьее выше. К самому усику. Вот так? Да. Да, 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 да. А можно еще вот так сделать, да, если неудобно? Можно. Можно. Хоть раком можно. А бы и френч получился. Следи за тем, чтобы красочка легла равномерно. Можно и палец сломать, если хочется. Нет, давайте, тут модель тоже сидит. Катя, давай мы с тобой. Вон за тебя болельщиков сколько. Отлично. Все, круто, суши его. Оставь его в покое. Ну, зачем ты набузюкиваешь? На первом слое тебе еще слой рисовать все равно. А, да? Не надо, да. Не суши. Не старайся сделать сразу все за один слой. А как я второй сейчас буду палец на другой руке рисовать? Молча. Не показывай его в камеру пока что. Даша, тампон. Эфир сохранится. Тампон, Даша. Рисуй указательный. Катя там пилочкой палец подрезала, теперь стесняется. Руками, Катя, руками и кисточкой. Да, Аня? Логика не меняется. Если полосит, значит вы кисточку положили не по ноготочку, а подняли ее и красочку не распределяете, а счищаете. Мясо. Вот поэтому у вас получаются полоски. У вас кисть не лежит вдоль ноготочка. Высоту френчи себе. А, ты еще не определила эти усики. Как это не определила? А я что делаю? Ну, все. А какая высота? У меня должна быть одинаковая на всех пальцах. Правильно? Ну, вот рисуй для этой руки высоту себе, потом будешь равнять по этому пальцу. Правильно? Да. И закругляй. Девочки, смотрите, еще такой момент. Чем шире вы возьмете усики улыбки, тем уже и изящнее у вас получится само удлинение. И, соответственно, уже и изящнее будет смотреться в целом ноготочек. То есть, не бойтесь взять ширину усов. Они, тем не менее, в самом конце сходятся в одну точечку, становятся очень-очень тоненькими. Но вот эта вот ширина, вот видите, вот именно в этом месте, где сейчас Катя мазнула, вот эта вот ширина определяет форму удлинения. Вот удлинение лучше оставить такое прям яичко-яичко, узенькое, красивенькое. Будешь с 10 яйцами ходить. Катя. Даша определила. Все с яйцами ходят, с френчами. Так, ты неправильно, Кисть, поверни ее по френчу. В смысле? Вот так? Да. В смысле, она у тебя должна вот этой прямой стороной рисовать улыбку. Опять у тебя тут бычок пописал. Смотри, тут фигня всякая. Вон, всем видно, где там был бычок. Вот, вот, то есть ты когда линию улыбочки рисуешь, ты кисточку поднимаешь и рисуешь конкретно вот этим вот ребрышком остреньким. А когда ты материал распределяешь, ты кисточку положила и понеслась. Именно распределять. Молодец. А ты не крючь пальцы, я же так не выживаю ничего. Катя нервничает. Все. Все. Конец фильму. Красиво? Да. Давай, расслабь ручку. Девочки, покажите мне того человека, который первый раз взял в руки кисть и с первого раза идеально нарисовал, все сделал. Вот покажите мне, пожалуйста, такого человека. Я ему памятник поставлю в полный рост и золото в глазах бриллианты сделаю. Все пишут кривой, да? Да нет, тут это, ругаются между собой. Нету таких, точно. Вот такая для нас будет же, правильно? Катюш, сравнивай. Глазомер. Глазомер это мышца, ее надо качать. Смотри, у тебя есть мизинчик. Как я вчера говорила, мы равняем френч. Френч у нас по ширине цветного края должен быть на всех пальцах одинаковый, правильно? Ну да, я так и хочу. Вот, все. На каких успокоительных сидишь? Ни на каких. У меня нервы крепкие, железобетонные. Что надо, чтобы тебя вывести дальше? Ой, надо сильно стараться. Это гель краски. Ну, как, в принципе, не имеет значения гель-лак, гель-краска. Просто гель-лак будет менее пигментирован, и все. Вот, глянь, как идеальненько. Молодца. Вот что значит третий палец. Отлично. Отлично. Великолепно. Вообще великолепно. Так, не хвалить. Не хвалю. Не хвалю. Давай, закругляй там тоже, видишь, два уголка оставила. Угу. Ты не рисуй, а опять же подталкивай. Ты поставила кисточку и чуть-чуть материал туда, тырк, и подпихнула. Вот, молодец. Тут еще чуть-чуть надо выровнять. Вот. Все. И распределяй. Не набирай слишком много краски на кисточку. Ее не должно там быть вот настолько много. Кисть ложим. Кладем. Кладем. Неважно. Начинается вот это вот. Великие русскоязычные люди. Ложим, кладем. Звонит, звонит. Поверни ее. Поверни. Поверни, чтобы у тебя вот скос нет. Не понимаю, как повернуть. Ты ее вот так вот вдоль ложишь и возюкаешь. А ты ее вот сюда вот поверни. И вот так вот, видишь, у тебя вот этот срез по линии стал. И им и подталкивай. А как так держать? Я так не могу. Вот так могу. Катя, в зубах. Ну, что мне сделать? Я не понимаю. Ну, вдоль улыбочки расположи. У тебя есть скос на кисточке. Совмести его со скосом улыбочки. Вот. Вот. Да. Да. Все. И вот этим скосом подтолкни чуть-чуть у тебя там такой провальчик. Вот сделай его ровненьким. У тебя ровненькая кисточка, у тебя пойдет ровненькая полосочка. Отлично. Все. Ты меня поняла. Молодец. Ты сказала один палец, а ты уже третий. Выходи нафиг оттуда. Все, девочки. Мы, Френч, все научились рисовать. Катя стесняется, Катя боится. Поэтому все. Всем спасибо. До свидания. Мы пошли работать дальше. Всем пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...